Дом, который хранит историю. Здание по улице Кобызева по некоторым документам 1907 года. Типичное для городской среды Оренбурга того времени. Построено в так называемом кирпичном стиле. Последний ремонт, судя по кладке, был здесь еще в советское время. Еще несколько лет назад дом был признан аварийным и подлежащим к расселению, но некоторые семьи продолжали здесь жить, а пустующие комнаты заняли маргинальные личности. Работы начались в середине мая и вызвали немало вопросов у горожан. Но несмотря на более чем вековую историю, здание объектом культурного наследия не является. В отличие от объектов культурного наследия, как выявленных, так и включенных в реестр, здесь у исполнительных работ руки развязаны гораздо больше. То есть нет таких жестких ограничений. Тут не нужно собирать кучу справок, кучу разрешительных документов. На месте выясняем. Дом в частной собственности. Продан комитетом по управлению имуществом Оренбурга. Владелец решает отремонтировать здание капитально. По словам начальника строительной бригады, все элементы, которые представляют историческую ценность, сейчас пытаются сохранить. Это старый кирпич на этом спечке. Он видно закопченный. Также видим клеймо. То есть он практически весь клейменный. А это старый советский кирпич, который легко ломается. Спускаемся на цокольный этаж для того, чтобы лично убедиться, в каком состоянии несущие конструкции здания. А здесь вообще есть угроза обрушения в этой конструкции? Конечно. Сто процентов. Вот смотрите, видите, здесь уже какие-то балки упали. Мы спустились на цокольный этаж здания. И здесь мы видим усадку, кладки. И вот такие трещины, они представляют серьезную угрозу для безопасности всех, кто находится в этом здании. Владелец дома поясняет. Ждут экспертизу, после которой станет уже понятно, что демонтировать, а что отремонтировать. Но фасад обещают воссоздать в таком виде, каким он был 116 лет назад. Что здесь будет после завершения работ, собственник не признается. Я, честно, сам очень хочу, чтобы это все сохранить именно в этом виде, а там сделать дальше реконструкцию точно в таком же виде. Почему? Потому что мне это даже экономически будет выгоднее. Контролировать ситуацию с капремонтом должен муниципалитет. Но мы также продолжим следить за тем, как развиваются события. Оксана Боричева, Виктор Горшенев. Новости дня.